Борис Владимирович, ну сегодня состоялась конференция партии возрождения села, определены кандидаты, которых будете выдвигать на ближайших выборах 10 сентября. Какие политические надежды вы возлагаете как лидер краевого отделения? Ну вы имеете под политическими надеждами процент, наверное, да? Да. Ну знаете, конечно, сложно сегодня говорить, почему? Потому что вы, наверное, слышали в сентябре прошлого года, это было разрекламировано на весь край, как не надо вести себя власти по отношению к политическим партиям. Ну то есть наша партия была на особом положении, все было сделано для того, чтобы она не прошла 5-процентный рубеж. Но я считаю, что в эти выборы уже таких отклонений в праве не будет допущено. И учитывая, что мы идем в двух городских округах, это Назарово и Минусинск, сил у нас здесь будет побольше проконтролировать ситуацию, ну и в нескольких сельских советах. Понимаете, я, наверное, даже не могу сегодня говорить и не ставлю с целью именно какой-то процент получить. Наша задача максимально распространять свое присутствие по муниципальным территориям через представительство в районных городских и сельских советах наших кандидатов. Мы возлагаем надежды на то, что мы будем услышаны людьми, то, что на узнаваемость еще дополнительно сработаем, но всячески постараемся за счет непосредственного общения, что очень важно, я просто проводя уже несколько предуберных кампаний, именно на этом выигрывал. Мы максимально доведем свое неравнодушие, свое знание проблем и умение их решать до населения, и постараемся, конечно, максимально по партийным спискам набрать достойное количество мест в городских советах депутатов. О цифре говорить сложно. Было время, когда мы в Журцком районе 40% взяли, и сегодня большинство наших представителей. Вот Солгонский сельский совет. Здесь все наши прошли люди, потому что коллектив или население доверяет нашим кандидатам депутаты. Поэтому давайте ограничимся тем, что мы позиционируем себя здесь не для того, чтобы отметиться, а для того, чтобы добиться результата. Два-три-четыре кандидата наших, если пройдут, это уже будет определенная победа, определенное понимание наших, как сказать, желаний все-таки отстаивать свои интересы, интересы простых людей. Поверьте, я вот это не пафосно говорю, действительно, я реально стараюсь защитить интересы простых людей. И сегодня вопросы взаимодействия сельских территорий и малых городов очень актуальны. И мы сегодня понимаем, что на этом направлении нужно делать. Борис Владимирович, по городу Назарова была такая информация, что там есть ваш коллега, аграрий в том числе, Владимир Егоров, с которым, возможно, совместно в коалиции вы пойдете на выборы в Назаровский городской совет. Коалиции не получилось. Почему? Коалиции не получилось. Да, были предварительные переговоры на тему возможной коалиции, но Егоров просто-напросто всех своих кандидатов пустил по спискам Единой России. Вот и все. Поэтому, естественно, никакой коалиции не будет. Мы будем идти самостоятельно.